всем большой привет финляндия снова выходит на карантин практически целый месяц все будет закрыто это значит что у нас появится огромное количество свободных вечеров или даже дней что очень круто и это значит что появится огромное количество новых хобби я например начале прошлого карантина завела этот канал ну а если вы не хотите ничем заниматься и у вас есть свободный вечер в этом видео я расскажу как его занять поделюсь своими любимыми финскими фильмами и сериалами все эти фильмы доступны в свободном доступе без каких-либо пиратских мехинаций и чуть позже я расскажу где их можно найти пожалуй самый нашумевший и самый популярный сериал за последние два года это айкуйсет или на русский его наверное можно перевести как взрослые это сериал о нашей жизни вот реально он называется комедией но некоторые моменты там настолько правдивые что даже не смешные так что если вы хотите увидеть как живет молодежь в хельсинки вам точно стоит его посмотреть в айкуйсет показывает жизнь нескольких молодых людей которым по 20 с чем-то лет большинство из них живет в районе кальлио вы скорее всего его знаете как самый пивчий район хельсинки самый молодой район хельсинки и самый оживленный район хельсинки там действительно много чего происходит и там живет огромное количество таких интересных персонажей интересных людей население кальлио достаточно молодой поэтому принципе все герои которые представлены в этом сериале они были взяты из реальной жизни поэтому этот фильм получился настолько правдивый главная героиня сериала это девушка она которая на протяжении двух сезонов жалуется друзьям на свою жизнь пытается построить успешный бизнес и просто жить счастливой жизнью сериал вышел два года назад и насколько я знаю его сняли студентки театрального института никто не ожидал что у этого сериала будет такая популярность но вот жителям хельсинки он запал в душу потому что он настолько реалистичный и многие граждане многие горожане увидели в нем себя прямом и в переносном смысле потому что многие актеры на второстепенных планах и на массовках были взяты буквально с улицы так что если вы живете в хельсинки вы найдете в этом сериале огромное количество знакомых мест и огромное количество знакомых людей людям из других городов этот сериал тоже понравился тем что он очень правдивый и люди смогли подглянуть в столичную молодежную жизнь этот сериал можно посмотреть бесплатно на сайте или арена следующий сериал колону под безумно красивый и безумно бессмысленный этот сериал вышел буквально неделю назад на 14 февраля и уже успел получить довольно большое количество критики его сняла довольно известная режиссерка режиссер Ливи Хуско она известна тем что снимает музыкальные клипы для финских артистов и этот сериал стал ее первой такой дебютной большой работой то есть это была ее первая работа больше чем на три минуты до этого она не снимала сериалы но тем не менее у многих сложилось впечатление что весь сериал это такой один большой музыкальный клип для саундтрек потому что действительно одна и та же песня крутится на протяжении практически каждого эпизода и по стилистике весь сериал чем-то напоминает музыкальный клип но вот этому как раз таки есть объяснение то что режиссер сериала в прошлом довольно долгое время занималась именно съемка музыкальных клипов у сериала нету какой-то большой морали или большого смысла такой очень легкий и красивый сериал о хельсинской буржуазной жизни очень современный и очень стильный сюжет рассказывает о жизни одинокой мамы и ее дочки которые живут довольно таки зажиточной жизнью в богатом районе хельсинки кронунха к если вы были хельсинки или живете здесь то знаете что это самый центральный район города именно там находится кафедральный собор президентский дворец и принципе все политики финляндии тусуются там и вот если ай койсет был снят в основном в каллио и рассказывает про молодежь и про кризис четверти лет то этот сериал больше про отцов и детей про подростков и их родителей про их проблемы и про то как в современном мире стирается вот эта вот грань возраста и про то как стирается значение возраста потому что на протяжении всего сериала мы можем видеть насколько похожие проблемы родителей и детей в современном мире практически все проблемы 40-летней мамы и его 17-летней дочки одинаковые мне было достаточно интересно за этим наблюдать потому что я не подросток и не родитель и нахожусь можно сказать посередине вот этих двух главных героев и пока смотрел этот сериал прям заметил разницу поколений большинство главных героев там учатся в старшей школе прям было заметно как зовут эти вот несколько лет поменялись ценности подростков потому что если еще три года назад когда я учусь в старшей школе нас в основном волновали какие-то наши проблемы и эго было более центрично это эго это было одной из главных ценностей то сейчас для подростков и для учеников старших школ все-таки главными являются более глобальные проблемы вот очень красивый и очень легкий сериал всем советую посмотреть если у вас есть свободный вечер на выходных там всего лишь 8 серий по 20 минут так что за несколько часов вы его сразу можете посмотреть фильмы я на самом деле обожаю финский кинематограф особенно все фильмы которые выходили в последние три или четыре года мне кажется за это время режиссеры сформировали такой очень аутентичный финский стиль сейчас достаточно просто отличить финскую кинематографию от других стран там всегда есть несколько таких отличительных черт начиная от цвета коррекции заканчивая какими-то сценами всегда обязательно будет присутствовать природа и если вы никогда не смотрели финские фильмы особенно те что выходили в последние несколько лет советую вам очень посмотреть пожалуй мой самый любимый финский фильм на сегодняшний день это Sue's Prince или на английский его перевели как Love and Fury что переводится как любовь и ярость но вообще он называется осенний принц и если вы любите осенью вот эту вот финскую русскую стилистику восьмидесятых советую вам его посмотреть фильме отлично показывается жизнь студентов восьмидесятых жизни студентов хельсинского университета там очень много сцен которые снимались в старом здании хельсинского университета который сейчас уже им не является но все еще находится рядом со стокманом тоже если вы когда-то были в хельсинки вы сто процентов проходили мимо или даже были внутри этого здания было очень интересно посмотреть как это здание функционировал раньше 40 лет назад и да фильм рассказывает про жизнь студентов восьмидесятых жизнь творческих людей восьмидесятых тоже очень много в нем встречается знакомых мест фильм довольно таки жизненный и затягивает очень много проблем начиная от ментальных расстройств заканчивая какими-то отношенческими проблемами и вот вкупе вместе с кинематографией с актерами это прям не знаю создает такую очень актуальную и интересную повестку очень много пищи для размышлений и еще как мне кажется для людей у которых никогда не было отношений финляндии некоторые моменты могут показаться таким шок контентом потому что фильм раскрывает такие немного wild отношения молодых людей там есть и измены и какая-то драма но все это так очень аккуратно и по-фински обыгрывается без какой-то агрессии и в общем мне кажется в этом фильме можно почерпнуть для себя много каких-то уроков в плане менеджмента отношений со своими партнерами со своими близкими людьми диско и ядерная война этот фильм я просто обожаю и пересматривала его наверное раз 10 как минимум я наткнулась на него совершенно случайно в ходе подготовки к своей научной работе по истории распада ссср фильм объединяет в себя начала 90-х в россии финляндии и эстонии и рассказывает о том как телевидение повлияло на эстонский менталитет на то как он повлиял на их менталитет самом начале после распада ссср про какие-то политические отношения между финляндией и россии и эстонии это документальный фильм и в нем затрагивается очень много таких исторических малоизвестных фактов которые мне кажется интересно было бы посмотреть как и для жителей советского союза и для тех кто родился уже после его распада очень такой уютный и ностальгический фильм несмотря на то что я родилась уже после распада ссср все равно при просмотре ощущалась такая какая-то ностальгия и грусть потому что я никогда не испытывал и думаю что многие из вас испытывали такое чувство при просмотре старых фильмов вы вот смотрите и как будто бы скучаете по этому времени хотя вашей жизни этого никогда не происходило я думаю режиссеру это удалось сделать за счет того что там были взяты кусочки снятые именно момент распада то есть в самом начале 90-х годов также часть фильма это интервью с политиками финскими эстонскими и российскими и в общем это все вместе создает такую очень интересную документальную и в то же время уютную картинку фильм кстати доступен в русском дубляже прямо тут на ютубе бесплатно так что обязательно посмотрите когда будет время и последний фильм на сегодня shallow island of souls или shallow остров душ это шведско-финский фильм точнее он финский но частично снят на шведском частично на финском потому что действие происходит на шветоязычном острове shallow он находится на архипелаге недалеко от турку и большинство людей которые живут в той западной части финляндии в основном говорят по-шведски поэтому фильм частично был снят на шведском языке но у него есть финские субтитры фильм такое немножечко научно немножечко криповый это фильм о воспоминаниях женщин с ментальными отклонениями которые когда-то в прошлом жили на этом острове или их сослали на этот остров и на протяжении всего фильма они читают свои воспоминания о жизни там насколько я помню в создании фильма принимали участие только женщины то есть вся съемочная команда была женская что очень круто и в принципе женский кинематограф достаточно стремительно сейчас развивается в финляндии и уже практически пропали стереотипы о том что режиссеры или операторы это могут быть исключительно мужчины очень много женщин сейчас переходит в эту индустрию что как мне кажется безумно круто я этот фильм посмотрела в рамках фестиваля ракота и анархия или любовь и анархия там состоялась его премьера и было такое небольшое обсуждение с создателями фильма перед его началом и на самом деле немного в шоке от того что этот фестиваль состоялся организаторы мне кажется подгадали такое идеальное время между первые волны коронавируса и второй и вот успели запрыгнуть вот в этот небольшой вагончик мероприятий если в этом году этот кинофестиваль снова состоится обязательно советую вам его посетить потому что там вы найдете огромное количество кино жемчужин как финских так и зарубежных которые вы скорее всего никогда бы не посмотрели и которые никогда не показали бы на широком экране но вот в рамках кинофестиваля можно найти огромное количество каких-то новых кинофаворитов но и на этом на сегодня все я надеюсь что мы нашли для себя какие-то новые интересные фильмы если вы уже смотрели какие-то из этих фильмов или сериалов обязательно поделитесь своими впечатлениями внизу и также если у вас есть какие-то свои рекомендации по поводу любимых финских фильмов тоже оставляйте их в комментариях не забывайте подписываться на телеграм-канал на инстаграм и на clubhouse на этой неделе в clubhouse мы поговорим про новую волну ковида так что если у вас есть чем поделиться или есть какие-то вопросы по поводу нового локдауна или карантина обязательно присоединяйтесь я ссылку оставлю внизу под этим видео ну а здесь мы увидимся через одну неделю всем пока